Надо прежде всего тренироваться больше как можно, и я думаю, все получится. Такой совет дает Александр Головин маленьким футболистам, которые только мечтают стать большими звездами мирового футбола. Благодаря своему трудолюбию и упорству Саша стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. Своей победой россияне повторили успех 2006 года, когда в финале юношеского чемпионата Европы обыграли команду Чехии. Кстати, тоже по пенальти. Я не мог слезы держать, были очень рады все тренера, всех слезы были. Мы даже не верили, что победили чемпионат Европы. Победа была ожидаема? Мы долго шли к этому и очень надеялись, что мы выиграем. В юношескую футбольную команду «Колтана» шестилетнего Сашу привел папа. Повзрослев, Головин решил заниматься футболом профессионально, поэтому и приехал в Ленинск-Кузнецкое училище Олимпийского резерва. Одноклассники по-доброму прозвали Сашу цыпленком. Невысокий, худенький и стеснительный. Первый год учебы в Орг прошел нелегко для будущего чемпиона. Если 11-й год ушел у него на протирание скамейки запасных, он выходил на отдельную замену в 12-м. В прошлом году Саша сыграл все 22 игры, забил 6 голов, 6 голевых и стал одним из лидеров. И у нас вот там, посмотрите на стенде, есть специальные номинации. Мы определяем в конце года. Вот у Саши приз прогресса был и приз зрительских симпатий. Ну а дальше вот все пошло как по нагатанному. Осень вызов сборная, приглашение команды ЦСКА, потом первый осторожный турнир, где он выходил на замены в элитном туре. А после трех недель пребывания поехал с таким хорошим эмоциональным зарядом. Это уже игрок основного состава и вернулся чемпионом. Победа Саши в чемпионате и победа всех студентов и преподавателей училища. Ведь футболист тренируется и играет прежде всего в команде. Главное в каждом видеть индивидуальность, говорит Сергей Васютин. Только в такой атмосфере можно воспитать настоящего чемпиона. Стадион для тренера и его команды – огромный амфитеатр, где футболисты не просто игроки, а актеры, которые должны чувствовать себя уверенно и раскованно. Самое главное – это аурово общение. Вот здесь заря, она не выветривается. С первой зарядки там было у нас, как мать топора, там кормильцев в автобусе. Если рядом было, невозможно было стоять и рассаживать. Все то же самое. Хватать звезды с небес Саши пока некогда. Сейчас 11-й классник готовится к сдаче ЕГЭ. А также к домашней встрече в составе команды УОР с командой «Шахтер Киселевск», которая пройдет в эту субботу на стадионе «Шахтер» в 15.00.